Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. На минувшей неделе Крылья встречались с командами, обладающими, пожалуй, самым звездным составом в Премьер-лиге – «Зенитом» и «Динамо». Рассказ об этих встречах начнем в хронологическом порядке. 25 сентября в Самару пожаловали гости из Санкт-Петербурга. Первоначально встреча Крыльев и «Зенита» должна была начаться в среду в 16.00. Однако по инициативе самарской стороны матч был перенесен более чем на два часа. Кто-то ценит в футболе красоту игры, а кто-то считает, что главное – счет на табло. Но все-таки самое важное – возможность увидеть футбольное зрелище своими глазами, а не узнать счет из новостей. Самарский болельщик, как всегда, не подвел. В холодную и дождливую погоду на трибунах вновь собралось больше 15 тысяч. К этой встрече любители футбола подготовили необычный флешмоб. Команды, выходящие из-под трибунных помещений, встречали водолазы в полном комплекте экипировки и с флагами. Впрочем, футболистам жалеть об отсутствии специального снаряжения не пришлось. На время матча небеса сжалились над его участниками и многострадальным газоном «Металлурга». Играть с «Зенитом» в открытый футбол сегодня в России отважится не каждый. Не стали лезть на рожон и крылья. Волжане построили игру на контратаках, делая ставку на быстрый переход на чужую половину поля и стандартные положения. «Зенит» на правах фаворита встречи сразу же взялся за осаду ворот Сергея Веремко. Подбор исполнителей в питерской команде такой, что взрыва активности можно ждать от каждого. А самый опасный момент был у Быстрова. Веремко в ближнем бою сыграл блестяще и выручил свою команду. Впрочем, и у Крыльев было чем удивить соперника в атаке. Кабаера неожиданно проявил талант диспетчера и развернул контратаку направо. Немов выдал удобную и своевременную передачу гарос за спину защитникам. Оригиналь не растерялся, оказавшись в роли центра форварда. И первым касанием отправил мяч мимо Ладыгина в дальний угол ворот 1-0. Зенит продолжал нагнетать давление на Самарские ворота. Защитникам Крыльев временами приходилось играть на отбой. Но в целом хозяева справлялись и даже могли увеличить свой перевес. Хорошая возможность для удара снова предоставилась Гаро. Но на этот раз Гаитянин немного перемудрил и мяч после его выстрела прошел мимо цели. Даже самые оптимистично настроенные болельщики понимали, шансов на победу в игре с Зенитом у Крыльев мало. Но настрой нашей команды вселял надежды, что волжане продержатся еще 45 минут. Увы, оправдаться этим чаянием было не суждено. Уже через три минуты после возобновления встречи Халк своим фирменным ударом распечатал ворота Веремко. Равенство на табло не продержалось и пяти минут. И снова решающим фактором в игровом эпизоде стало индивидуальное мастерство. На этот раз по Самарским воротам приложился Олег Шатов. А Рикошет лишил Веремко шансов подстраховать своих партнеров. Пропустив дважды, Крылья нашли в себе силы пойти вперед. Однако в контратаке Зенита оружие даже более грозное, чем позиционное нападение. Это лишний раз доказал Халк. Убежав от Амисулашвили, бразилец изящно подсек мяч в дальний угол. И во второй раз вписал свою фамилию на табло. Крылья могли вернуть матчу интригу. Выход Корнеленко освежил атаку. Сергей и сам имел моменты. И для партнеров шансы создавал, но безрезультатно. Окончательный же счет матча на 79-й минуте установил поймавший Кураж Шатов. И снова пушечный удар из-за пределов штрафной можно смело отнести к неберущимся. Конечно, тяжело все время играть в обороне с такой командой, с таким подбором футболистов. Во втором тайме, к сожалению, нам не удалось накрыть игроков, которые обладают сильнейшими ударами. 1-4. Крылья крупно уступили «Зениту». Однако после матча болельщики не спешили устраивать своей команде разнос. На этот раз высокий класс оказался сильнее предельной самоотдачи. Но далеко не все команды лиги имеют в составе таких звезд, как «Зенит». А значит, при правильном отношении к игре свои очки-крылья еще наберут. Поединок молодежных составов «Крыльев Советов» и «Динамо» был центральным в очередном туре первенства резервистов. Встречались первая и третья команда турнира. Поединок лидеров выдался боевым и драматичным, хоть и не принес большого количества голов. Подробности в нашем следующем сюжете. Молодежный состав «Динамо» в этом сезоне бьет все рекорды. В первых десяти матчах москвичи одержали 9 побед и один раз сыграли в ничью. Резервисты «Крыльев» приехали в Москву с одной целью – остановить победную поступь «Динамовцев», а заодно поквитаться за разгром, учиненный бело-голубыми нашей команде в прошлом году. Играть командам предстояло на искусственном газоне стадиона «Родина». Редкий случай – основные и молодежные составы должны были сыграть на одном и том же поле. Провести матч на синтетике – отличный выход в условиях обрушившейся на Москву непогоды. Сентябрь выдался на редкость холодным и дождливым, а в столице даже успел выпасть первый снег. Впрочем, газон «Родины», хоть и оставался идеально ровным, все-таки преподнес футболистам сюрпризы. Намокшее от дождя покрытие оказалось необычайно быстрым, и если хозяева поля были готовы к такому повороту событий, то крылья поначалу никак не могли привыкнуть к поведению мяча. Как результат – большое количество брака в простых ситуациях, потери мяча и весомое преимущество «Динамо» в дебютном отрезке матча. Территориальный перевес белоголубых нашел отражение и на табло. На 13-й минуте отставнов откликнулся на навес с фланга и головой переправил мяч в сетку ворот Дениса Вавилина. 1-0. Пропущенный мяч подстегнул крылья. Самарцы активизировались в атаке, но ошибки в простых передачах по-прежнему не позволяли волжанам доводить дело до опасных моментов. Впрочем, куда важнее на данном этапе было сбить темп «Динамовских» атак и отодвинуть игру от своих ворот. Эта задача была успешно решена. Главная борьба переместилась в центральную зону, где шло бескомпромиссное сражение за каждый мяч. Опасных моментов в концовке тайма у обеих команд было немного, но матч от этого не становился менее зрелищным. Продолжение следует... Во втором тайме в составе крыльев по традиции произошли перестановки. В числе прочих на поле появились забивавшие в последних играх Пестричев, Елисеев и Верховцов. Самарцы с первых минут активно включились в борьбу и все-таки смогли отвоевать у соперника середину поля. Крылья наладили на конец игру в пас, и как результат у ворот «Динамо» один за другим стали возникать опасные моменты. Самарцы старались менять направление атак, активно использовали фланги и проникающие передачи в штрафную площадь. Но мяч упорно не шел в сетку. Однажды крыльям все-таки удалось пробить Егора Генералова. Удар Махмудова издали вратарь «Динамо» парировал. Первым успевший к отскочившему мячу Клягин добил снаряд в сетку, но судья взятия ворот не засчитал. Александр находился в положении вне игры. В концовке встречи «Динамо» практически не помышляло об атаке, и Владимир Кухлевский решил перестроить схему игры. Помогать быстрому Пестричеву в атаке отправились центральные защитники, Верховцов и вышедший на замену Абивалин. Давление на ворота хозяев выросло до предела. Оборона «Динамо» скрипела, трещала, но не ломалась. Начало было чуть смазанное, потом, в общем-то, игру наладили, и уже концовка первого тайма, в общем, уже удалась. Второй тайм, я скажу, что играли неплохо, да, создали моменты, были подходы хорошие, но не забили. Конечно, мы настраивались на лидера, притом у них дома, это очень сильная команда «Динамо». Приятно было с ними играть. Нам, как всегда, не хватает реализации моментов. Мы будем стараться как-то наигрывать этот компонент игры, чтобы забивали больше. Москвичи выстояли и записали себе в актив еще одну победу. «Динамо» продолжает уверенно лидировать в молодежном первенстве. Крылья же опустились на пятую строчку, пропустив вперед «Терек» и «Локомотив». Матч 11-го тура чемпионата России «Динамо» «Крылья Советов» был во многих отношениях необычным, но и в этой встрече на кону стояли три очка. Увы, поправить свое турнирное положение в этом поединке самарцам не удалось. На каком стадионе «Крылья» сыграют с «Динамо»? Этот вопрос долго оставался открытым. В конце концов, РФС в качестве исключения разрешил «Динамовцам» играть на стадионе Родины, который на общих основаниях, конечно, не прошел бы сертификацию. Достаточно сказать, что общая вместимость арены составляет 5000 человек, то есть меньше, чем количество проданных хозяевами сезонных абонементов. Те, кто пришел пораньше, могли наблюдать уникальное зрелище. Прямо на троллейбусной остановке паркуются автобусы команд. Никаких ограждений, никаких зон ограниченного доступа. Как не вспомнить времена, когда московский «Спартак» мог приехать на матч Лиги чемпионов на метро? Большого ажиотажа перед матчем не наблюдалось. Болельщики «Крыльев» могли за свои места на стадионе не беспокоиться. Гостям была выделена обязательная квота, которой хватило на всех желающих. Тревожились поклонники «Самарской» команды только за результат. Ожидание, как всегда, у верных поклонников крыльев минимум ничья. Но, конечно, сейчас тяжелый период в команде. Игры такие тяжелые и с «Зенитом», и с «Динамо», и с «Локом». Ясно, что в «Динамо» состав сногсшибатели, но все равно надо цепляться. Фанаты «Динамо» перед матчем тщетно искали кассы. Билеты по понятным причинам в продажу не поступили. Владельцы абонементов выбирали места на трибуне на свой вкус. На оставшиеся места болельщиков пустили бесплатно. Но даже после этого стадион не заполнился на 100%. В составе крыльев с первых минут на поле появился Игорь Семшов. И удостоился не менее теплого приветствия, нежели действующие игроки «Динамо». Увы, напомните себе москвичам, во время игры Семшову не удалось. С первых минут в центре внимания оказались другие действующие лица. «Динамо» играла без Воронина и Куранье, но отряд Дана Петреску не заметил потери двух бойцов. Хозяева играли агрессивно, особенно на левом фланге, где Касаев раз за разом организовывал неприятности Форбсу. Один из рейдов «Динамовцев» по флангу закончился прострелом вдоль ворот. Защитники вроде бы готовы были перехватить передачу, но во второй встрече к ряду злую шутку с волжанами играет рикошет. Форбс все-таки успел изменить направление паса, и мяч выкатился точно на ногу, как Корину, который не промахнулся по пустым воротам. 1-0. «Динамо» продолжала больше атаковать. У Крыльев же были явные проблемы с организацией атак. Нам не хватило скорости атакующих действий. Часто проигрывали единоборство, в обороне не успевали. Очень медленно развивались атаки, и «Динамо» хорошо оборонялось, и быстро выходили в ответную атаку. Лишь после перерыва команды предсказуемо внесли коррективы в тактику. Хозяева сосредоточились на контратаках, самарцы пошли, наконец, вперед. Риск, как и в матче с «Зенитом», был оправдан. Моменты у Варатшунина возникали. Снова оживил игру в атаке выход Корнеленко. Именно у Сергея был самый верный шанс сравнять счет. После длинного паса «Драгуна» Горо Грузию сбросил мяч белорусскому форварду. Корнеленко бил с левой. Казалось бы, наверняка. Но мяч пролетел в считанных сантиметрах от створ ворот. Я попросил играть более агрессивно, именно при обороне. Не давать «Динамовцам» спокойно разыгрывать мячи. И по возможности быстро переходить в атаку. Что не хватало в первом тайме. На 67-й минуте в составе «Динамо» произошла замена. Впервые в составе «Белоголубых» на поле вышел Юрий Жирков. Вскоре этот ход принес свои плоды. После навеса с фланга полузащитник пробил с левой ноги в одно касание. Точно в угол ворот. Отдавая должное исполнительскому мастерству Жиркова, отметим и не самые лучшие действия самарской обороны. Концовка встречи прошла с обоюдными шансами. Но после того, как счет стал 2-0, сомнений относительно исхода матча ни у кого уже не возникало. Крылья терпят второе поражение подряд. И хоть и остаются на 12-й строчке, позволяют конкурентам подобраться вплотную. В субботу, 5 октября, Крылья Советов встретятся на Металлурге с одним из самых принципиальных своих соперников – московским локомотивом. Все подробности этого противостояния мы обсудим ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. До встречи на телеканале «Губерния» и официальном сайте Крыльев Советов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!